Юрий Гаранян – мастер спорта России, четырехкратный чемпион Европы и чемпион мира. Сочинский тхаквандист трагически ушел из жизни четыре года назад в возрасте 23 лет. И вот уже четыре года подряд в краевом календарном плане значатся соревнования его памяти. Побороться в спаррингах на одновременно двух турнирах, городском и краевом, приезжают ребята от 10 до 16 лет. Для юных тхаквандистов это возможность получить новый разряд, вплоть до кандидатов в мастера спорта. У нас по всему Сочи столько спортсменов, даже эти соревнования нужны для наших спортсменов, потому что у нас все условия созданы для занятия тхаквандо. Мы с каждым годом открываем новый зал, а сейчас вот скоро откроем на парке Горького в центре спортивный зал. А до этого открываем, и открыли на Донской. Из-за этого для своих же участников, наших спортсменов, нужны такие соревнования для того, чтобы они и помнили, и знали, и стремились к чему-то. Медали «Первая ступень пьедестала» для тхаквандиста не самое главное. Здесь своя система оценки, которая поделена на 19 градаций. 10 гипов и 9 данов. Начальный уровень принято называть гип, более высокий – дан. К нему и стремятся тхаквандисты. А для этого они должны продемонстрировать не только знание техники, но и развитие характера, а также силу духа и стойкость. Важны спарринги, это очень важно для меня. Хочется быть на первом месте, как бы первым быть в свое время. А для этого нужно тренировки и время. Недавно участвовал на чемпионате России. Это был огромный опыт для меня. И уже страх пропал перед спаррингом. Я почти выиграл. Главное – опыт, да. Краевая школа тхаквандо считается сильнейшей в стране. Свой авторитет спортсмены подтвердили и на чемпионате страны 2016 года. Чемпионами стали 23 тхаквандиста из сборной края. Четыре спортсмена попали в сборную России. На сочинском же турнире отличились и сами сочинцы. Городская команда заняла первое общекомандное место. Кубками и грамотами отметили и самих организаторов соревнований – сотрудников городской школы тхаквандо.